Мост Южный путепровод Аврора полностью открыт для движения транспорта. За 7 месяцев на всем протяжении моста укрепили несущие конструкции, смонтировали деформационные швы, обновили систему освещения, уложили верхний слой асфальта повышенной прочности. Также уложили литой асфальтобетон в районе деформационных швов. На путепроводе также выполнены данные виды работ. Кроме того, обустроены лестничные сходы. Ремонт выполнен в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги». Сроки ремонта, изначально рассчитанные на 21 месяц, скорректированы по инициативе главы города Олега Фурсова. С основным объемом по двухлетнему муниципальному контракту подрядчик справился почти в 3,5 раза быстрее. Теперь движение по мосту полностью восстановлено и для городского общественного транспорта. Количество подвижного состава и интервалы движения сохранились. Строительство улицы Арена-2018 выходит на финишную прямую. На двух из трех проездов к стадиону Самар-Арена укладывают асфальт. Двухслойное покрытие, под которым песок и щебень. Уже построены ливневки, вода из которых будет уходить в локальные очистные сооружения. Круглосуточно здесь работают 80 единиц техники и около 100 человек. 1 декабря подрядчики должны сдать объект. Для автомобилистов дорогу откроют только после организации схемы дорожного движения и когда установят освещение. По плану это произойдет не раньше весны будущего года. На площадке стадиона Самара-Арена продолжают укладывать основание поля. Оно имеет сложную структуру и состоит из нескольких слоев песка и щебня. Также будет установлена система подогрева. Завершен монтаж дренажной системы и установка оборудования для полива. Строительство стадиона проверили первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий и временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. После обхода стадиона итоги подвели на заседание рабочей группой. Леонид Ставицкий отметил необходимо в ближайшее время сформировать сегодня график выполнения всех работ по стадиону и сопутствующей инфраструктуры с указанием конкретных сроков исполнения. На пересечении Ракитовского шоссе и улицы Карла Маркса собираются расположить пункт досмотра автомобилей к Чемпионату мира по футболу. 17 тысяч квадратных метров станут важнейшей точкой для безопасности турнира. Здесь будут парковаться большегрузы, которые везут оборудование на стадион. Задача городских властей подготовить саму площадку, заасфальтировать ее и подвести коммуникации. Сейчас грунт равняют и готовятся укладывать асфальт. Все остальные работы будет производить оргкомитет Чемпионата мира 2018. А вот где помощь не требуется, это на стройплощадке новой трамвайной линии, ведущей к стадиону Самара-Арена. После демонтажа мешающей постройки подрядчик снова набрал высокий темп работ, закончит стройку объектов в срок в феврале-марте следующего года. В Самаре продолжается ремонт участка улицы Галактионовская. Ранее здесь привели в порядок инженерные коммуникации, обновили бордюры. Вскоре на Галактионовской появятся новые дорожные знаки, урны и светофоры. Сейчас рабочие кладут тротуарную плиту, в том числе тактильную. Приводят в порядок трамвайные пути, заезды во дворы, проезжую часть. Улицу обновляют по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги». В целом на ремонт Галактионовской направлено около 150 миллионов рублей. Код работ на каждом этапе контролируют представители подрядчика и кураторы учреждения подведомственного департаменту городского хозяйства и экологии. Также в Самаре сейчас завершаются работы на улице Полевой. Порядок приводит Волжский проспект, Алексей Толстого, Водников, Комсомольскую, Фрунзе. Всего в этом году в рамках федерального проекта обновят 43 улицы. Зданию 135-го Самарского лицея авиационного профиля 65 лет. В последние годы оно не эксплуатировалось. Городские власти приняли решение отремонтировать помещение. На ремонт направили 97 миллионов, из них 35 – на современное оборудование, обеспечивающее комфортное и качественное обучение. Фасады территории вокруг корпуса уже преобразились. Теперь очередь внутренних помещений. За их отделку возьмутся, как только в здании пустят тепло. Срок сдачи объекта – декабрь этого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова